О поддержке бизнеса. Глава региона Игорь Кошин провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Неницком округе. В Санкт-Петербурге обратно. С 1 ноября в Неницком округе начнет работу новый межрегиональный перевозчик. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Глава региона Игорь Кошин провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Неницком округе. Стороны обсудили возможность расширения перечня налоговых льгот для субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. Кроме того, Игорь Кошин посоветовал бизнес-омбудсмену активнее взаимодействовать с органами государственной власти в вопросах поддержки представителей предпринимательского сообщества при решении возникающих проблем. Также глава региона обратился к бизнес-омбудсмену с просьбой организовать обсуждение с окружным предпринимательским сообществом в вопросах о налоге на движимое имущество. Сегодня в России организации не платят налог на движимое имущество, приобретенное после 2013 года. Однако действие этой льготы, установленные федеральным законодательством, истекает 1 января 2018. С начала нового года принимать решение об установлении ставок по налогу на движимое имущество будут регионы. В ходе встречи с Германом Сопочкиным губернатор также рекомендовал уполномоченному активнее включаться в вопросы разработки дополнительной линейки услуг для предпринимательства. Речь идет о возможности предоставления из окружного бюджета так называемой инвестиционной субсидии с объектом малого предпринимательства, за счет которой они смогут осуществлять строительство объектов. Такая поддержка сегодня действительно необходима сельским предпринимателям, в частности тем, кто занимается сельским хозяйством, согласился с главой региона бизнес-омбудсмен. Игорь Кошин и Герман Сопочкин договорились о регулярности проведения рабочих встреч. Кроме того, уже к следующей встрече губернатор попросил уполномоченного по защите прав предпринимателей проработать возможные варианты снижения зависимости малого и среднего бизнеса от тарифов на электроэнергию. С этой целью в регионе повышен размер субсидий на молочную продукцию, но проблему высоких тарифов нужно решать, исходя из современных реалий. Прежде всего, стимулировать сельхозтоваропроизводителей активно внедрять энергоэффективные технологии на производстве. Подумайте, как нам это сделать, сказал губернатор. За компенсацию потерь от весеннего половодья обратились еще 24 пострадавших. Материальную помощь на ликвидацию ущерба от прохождения весеннего половодья в соответствии с полномочиями выплачивают из резервного фонда администрации Заполярного района. На сегодняшний день выплаты уже получили 182 человека. Еще 24 заявления от владельцев пострадавших домовладений сел Оксино и Великовисочное в настоящий момент находятся на согласовании в районном управлении финансов. По данным районной администрации, всего согласно распоряжению, из резервного фонда на материальную помощь жителям Ненецкого округа уже перечислили 3 миллиона 760 тысяч рублей. Наиболее сложная обстановка во время половодья в этом году сложилась на территориях Великовисочного и Хоседохарского сельсоветов. Там за компенсации обратились жители села Великовисочное, деревни Лабужское и поселка Харута. Если поступившие в администрацию района 24 заявления о компенсации согласуют, то пострадавшим выплатят в общей сложности еще 350 тысяч рублей. Из-за сложной поводковой обстановки, сложившейся в этом году, резервный фонд Заполярного района на компенсацию причиненного поводком ущерба был пополнен на 8 миллионов рублей и составил 10 миллионов. Поводок 2017 года проходил в Ненецком округе со 2 по 25 июня. Режим чрезвычайных ситуаций вводился на двух территориях – Хоседохарском и Великовисочном сельсоветах. В остальных подтопленных муниципалитетах функционировал режим повышенной готовности. На территории Великовисочного сельсовета для защиты населения была задействована оперативная группировка. Все задачи, выполненные ресурсами региона. Режим повседневной деятельности во всех муниципальных образованиях региона был введен с 1 июля. С 1 ноября саратовские авиалинии начнут полеты по маршруту Санкт-Петербург на Ринмар-Санкт-Петербург. Новый авиаперевозчик будет выполнять рейсы по средам. Вылет из Ринмара в Санкт-Петербург запланирован на 19.40. Прибытие в северную столицу – в 22.20. Из Санкт-Петербурга в столицу Заполярья самолет вылезет в 16.30. Прибытие в аэропорт Ринмара запланировано на 18.50. Время в пути – 2 часа 40 минут. Рейсы будут совершаться на самолете Ан-148. Судно рассчитано на перевозку до 80 пассажиров. Билет по самому экономичному тарифу «Прома» с багажом обойдется пассажиров в 6300 рублей. На сегодняшний день межрегиональные рейсы в Наринмаре осуществляют три авиакомпании – «Ютейр», «Нордавия» и «Коми Авиатранс». В Ненецком округе в эти выходные отмечали большие именины. Славному селу Тельвиска исполнилось 443 года. ЖКХ меняется. Под таким девизом в Наринмаре, как и по всей стране, в минувшую субботу прошел парад коммунальной техники. Площадь Маратсея в этот день окрасилась в оранжевый цвет и была похожа на гараж одного большого коммунального предприятия. Всероссийская акция инициирована Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Ее цель – информирование населения о работе службы ЖКХ, формирование положительного образа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также подтверждение готовности коммунальных служб к прохождению осенне-зимнего периода. Это проводится под хэштегом «ЖКХ меняется» при общении населения к коммунальной сфере. То есть, что не все так плохо в ЖКХ, то есть, есть какие-то определенные перемены. То есть, выставлена новая техника. На коммунальную технику в этот день можно было не только посмотреть, но и попробовать ее изнутри. К примеру, популярностью у детей пользовались компактные автогрейдеры. В параде коммунальной техники в Наринмаре приняли участие четыре предприятия – Наринмарская электростанция, Наринмар-Дориумстрой, ОКТС и Чистый город. Вместе они продемонстрировали 12 единиц техники. Остальная в это время выполняла свои прямые обязанности. Старинное село Тельвиское в эти выходные отметило 443-й день рождения. Праздник собрал многочисленных гостей из окружной столицы, поселка Искатели, деревень Устья и Макарова. Как всегда, организатор социально-культурный центр «Престиж» приготовил для них яркую программу и горячий прием. Окунулась в теплую праздничную атмосферу и наша съемочная группа. Село Тельвиское славится своим гостеприимством. Вот и сегодня гостей праздника встречали горячим чаем. А чаю было на выбор. Из мяты, иван-чая, черной смородины и других ингредиентов. Кстати, за понравившийся чай можно было проголосовать. Впоследствии он станет визитной карточкой села Тельвиское. Именно победителям чайной церемонии уже на следующем празднике будут подщивать гостей. Обязательным условием такого горячего конкурса, в котором приняли участие более 10 телевизчан, было наличие в его составе местных трав, которые растут в каждом огороде. В результате более часовой дегустации лучшим был признан сбор Валентины Шевелевой. Ну а после такой вкусной встречи продолжился праздник концертной программы под крышей дома моего. Местные звезды из клуба «Престиж» на празднике зажгли зрителей юмористической программой. Одну из самых колоритных ролей сыграла культорганизатор Людмила Панькова. «Эй, Летровна, ты новость-то слыхала? В деревне-то у нас поэт объявился. Это, кошка! Кошка! Вот, зараза! Я же ее кормлю, кормлю! Она все со стола тащит. С тобой разговаривать все равно, что с чайником. Была я и начальником». Людмила Сергеевна – любимая актриса местных жителей. Из образа не выходит даже за кулисами. «Сколько лет тебе сегодня?» «А? Лет? Да. «А, мне будет, как моей бабушке, через три дня 104 года». «Роль просто великолепно тебе подходит. Как удалось вжиться? Долго вживалась в роль?» «Ой, как вот бабушка родилась, так я с ней после, как она меня нянчила, так вот я с этой ролью и живу». «Сколько уже работаешь в Доме культуры, люди?» «В Доме культуры, ну, если не считать предыдущие годы, то именно в этом уже пятый год. Мама, папа, конечно же. Мама, папа у меня очень были артистичные люди». Таких талантливых людей, любящих свое село, в Тельвиске много. Сегодня главному богатству старинного села вручили заслуженные награды. Среди них Надежда Кренц, которая когда-то променяла огни большого города на тихую деревенскую жизнь. «И вот мы поехали сюда. У нас была на руках дочка, ей было полтора года. Мы приехали сначала в виску, в виске поработали три года, а потом приехали сюда. Здесь жилье давали, вот поэтому и приехала сюда. «Но не пожалели? Осталось сегодня?» «Нет, конечно. И сейчас мне очень нравится этот край. Вот песни поются, если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда, и это истинная правда». Надежда Николаевна долгое время работала учителем математики, а с 97-го года по 2001-й стояла у руля телевисочного сельсовета. За многолетний добросовестный труд ей вручили благодарственное письмо от собраний депутатов. Еще одна жительница села Полина Ногатысы была удостоена права занять место на доске почета. Женщина работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ведет активный образ жизни. «Без этого никак. Муж ругается, привыкнуть к нему не может. Я как-то уже затянула меня с самого, как сюда переехала. Мама у меня пела. Раньше как-то весело было у папы. Все братья на гармошках играли. Папа, конечно, не играл. Такое какое-то с детства вот это все осталось. Сбудоражены. Вы, наверное, слышали, или мы вам, наверное, первое скажем, что у вас выдвину на доску почета. Вот ваши чувства ожидали? Да нисколько даже. Ну, не ожидала, честно говоря. Не ожидала. Сегодня село Тельвиска может похвастаться не только ее жителями, богатой историей, традициями, но и многочисленными достижениями. Тельвиска на сегодняшний день – это один из наиболее перспективных населенных пунктов. Для развития у нас есть вся необходимая инфраструктура, есть газ, есть электричество из города. В этом году у нас откроют двери новая школа. Будем радоваться за новоселов. Это 12-й квартирный дом. Силами Нинска агропромышленной компании на следующий год появится современный сельхозяйственный комплекс «Телятник». Ну и, конечно же, мы ждем дорогу. Если появится дорога, то развитие села будет. Я в это верю и будем работать в этом направлении. В общем, у села Тельвиски есть не только богатая история, но и уверенность в завтрашнем дне. А это значит, село будет расти и развиваться дальше. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Наринмарская рок-группа «Левенсору» презентовала свой первый альбом «Крылья» в одном из ночных клубов города. Группа «Левенсору» была основана в 2009 году тогда еще школьниками Геннадием Филипповым и Никитой Антоновым. На творчество ребят вдохновила группа «Линкен Парк». И 9 сентября 2009 года начался отчет творческого пути. Изначально группа была создана в 2009 году с этим же названием. Просуществовала она до 2012-го. И спустя долгого перерыва, наверное, пятилетнего, мы решили создать вновь эту группу и прийти к истокам. Школьный проект перерос в более серьезное увлечение. Ребят стимулировало то, что в городе нет подобных групп. Началась долгая и кропотливая работа над созданием собственного материала. Подготовкой к концертам и, самое главное, над записью дебютного альбома. Группа «Ливенсору» выступала на основной сцене города, на День молодежи, День округа, а также на фестивале «Сила Заполярья». В новом альбоме «Крылья» ребята собрали различные музыкальные жанры, которые придутся по вкусу многим слушателям. Сегодня рок-группа «Ливенсору» принимает участие в проекте «Наши 2.0». Проект проводит «Наши 2.0». Проект «Наши 2.0» туда посылают свои записи группы российские, соответственно. И там проводится конкурс, либо побеждать в каких-то номинациях. И главный приз – попасть на фестиваль нашествия. То есть если поголосать... На фестивале ведущих площадок России. Все жители округа могут поддержать местных ребят путем голосования. Проект дает возможность молодым музыкантам заявить о себе попасть в федеральный эфир нашего радио и на крупнейшие музыкальные фестивали. Александра Бобрякович, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.